Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ По которому мы живем. Я никогда в руки Конституцию не брала и, собственно говоря, не читала. А если читали, то, скорее всего, наверное, не совсем поняли всю важность этого самого документа. Почему не совсем поняли? Потому что я общаюсь со студентами, которые изучают специально этот предмет. Которые профессионалы должны быть. Да, профессионалы должны быть. И они учат конституционное право на юридических факультетах классические целый год. И то с этим бывают сложности. Поэтому, конечно, этот документ важнейший. Эта дата важнейшая. Эта Конституция вообще, это основной закон, по которому мы должны жить. И чтобы жить по нему, надо знать этот документ. И, конечно, вот это такое халатное к нему отношение, незнание этого документа. Это и вина определенная, и беда нашего общества. Я считаю, что, конечно, Конституцию надо популяризировать. Прежде всего, конечно, вот в такие даты, чтобы мы знали ее основные положения. А ведь это не просто документ, который говорит о каких-то вещах, которые связаны с государством. Там, предположим, устройством государственных органов. Это документ, который учреждает по существу государство для защиты наших прав и свобод. Не мы для государства, а государство для нас. Для того, чтобы защитить наши естественные права и свободы. Вот к чему, собственно говоря, нас призывает Конституция уже в первой своей статье. Она говорит о том, что это правовое, демократическое, федеративное государство с республиканской формой правления. Ну и так далее. В общем, надо приобрести эту книжечку, друзья. Почитать. А есть она, кстати, с комментариями. Вот с такими расширенными. Бывают такие? Обязательно. Обязательно. Сносочка. Небольшая такая справка от юриста-профессионала. Значит, мы всегда обращаемся только к тексту Конституции, к самой. А вот эти комментарии, они могут быть как официальными, так неофициальными, так и официозными. Но, конечно, для нас прежде всего текст Конституции, это как для священников, это священное писание. Ну, предположим, там, Ветхий, Новый Завет. Значит, вот после того, когда человечество перешло к юридическому мышлению, на смену Господу Бога пришло государство, а на смену священному писанию пришла Конституция. Вот мы ушли от религиозно-мифологического мышления, но к юридическому мышлению мы так и не пришли. Большинство населения, к сожалению, живет по понятиям, по неким представлениям, по отрывочным знаниям в области права систематического юридического образования. Образование, конечно. Ну, все и не должны иметь систематическое юридическое образование, но, тем не менее, вот такой документ, как Конституция, он должен быть в каждом доме, я думаю, но не помешает, я думаю. Друзья, если нет у вас этой книжки, когда пойдете за новым домиком Лобковского, да, прикупите еще и Конституцию себе. Сейчас маленькая пауза, потом вернемся. Наука и технологии. Игорь Левакин, доктор юридических наук, профессор у нас в гостях. Мы сегодня говорим о юриспруденции. Да, и не только. Мы в канун праздника Великого День Конституции 12 декабря, 25 лет, будет документу, и мы начали с этого как раз. Говорите о положениях, вот хотим продолжить Конституции. Что нужно населению знать? Ну, население. Так скажем, что важно понимать. Что важно понимать. Вот именно, что это не население должно быть, а именно граждане. То есть люди, которые понимают свое место, свою связь с этим государством, которое заключается в взаимных правах и обязанностях. Когда я говорю о взаимных правах и обязанностях, я говорю именно о их неотъемлемости. И у государства есть определенные права и обязанности, как у лица. И у гражданина есть свои права и обязанности, как у лица. Почему мы так торжественно празднуем дату этой самой Конституции? Потому что по существу до 1993 года, до провозглашения вот этой демократической Конституции, мы столетиями мечтали в нашей стране, в России о какой-то Конституции. Были советские Конституции, там было очень много социальных прав, но именно тех прав, которые считаются демократическими в современном обществе, их не было до 1917 года. Ну, был манифест 1905 года царский, кто-то называет его первой Конституцией, но это далеко не так. И поэтому с Конституцией 1993 года были связаны такие надежды на новые преображения вот этого общества, на расцвет каких-то свобод, которые там закреплены. И вот эти разделы Конституции. Начинается она с преамбулы, где говорится, что мы многонациональный народ, объединенные и так далее. Почитайте эту самую преамбулу, это торжественное вступление Конституции, которое говорит, зачем была принята эта Конституция. Кстати, Конституция была принята всенародным голосованием, то есть это был процесс обращения к народу. Вы помните последний, когда был какой-нибудь референдум? Не помните. Крымским. Да, вот. Ну, вот здесь, в России. А когда был последний референдум? Вот, и я тоже уже начинаю забывать. Уж если вы, Игорь, то мы-то миряне. Да, так вот. Я говорю, крымский. Крымский, да, вот говорит Крымское солнышко. Крым, да. Ну, вы-то не принимали участие, а по приему Конституции, по принятию Конституции принимали всенародное было голосование по принятию Конституции. И вот что там? Там основа конституционного строя. Все самые передовые демократические принципы, которые заложены в передовых странах мира, заложены в нашей Конституции. Это демократизм, это народовластие, это светский характер государства, это политический плюрализм и так далее, и так далее. И вот на эти основы конституционного строя, конечно, была очень большая надежда в 93-м году. Потом вторая глава. Права и свободы человека, гражданина считаются неотъемлемыми. Конституция восприняла концепцию естественных прав человека. То есть не государство нам дарует права, а государство призвано защищать то, что у нас уже есть. А природа, хотя эта концепция, она достаточно критикуема, но тем не менее ее восприняла наша Конституция, она позитивирована в соответствующих документах. Вот эта свобода, право на жизнь, право, ну, различные права, которые там перечислены на собственность, на собственность. Но там есть и обязанности в Конституции, не надо забывать, значит, всем правам, как говорят юристы, корреспондируют обязанности. Если вы имеете право на бесплатное медицинское обслуживание, значит, кто-то должен на это заработать и заплатить. Поэтому в Конституции перечислены как права конституционные, так и конституционные обязанности. Потом Конституция закрепляет федеративное устройство в следующей главе. Говорит о том, какие у нас субъекты. Ведь у нас уникальное государство, которое удалось сохранить во многом благодаря вот этой Конституции. По существу в 90-е годы мы стояли на пороге распада страны, такой же, как Советский Союз. И если бы не было федеративного договора, если бы не было Конституции Российской Федерации, мы могли бы сейчас оказаться в каком-нибудь московском княжестве. Федеративное устройство. Прописаны какие субъекты, какой статус они имеют. У нас многосоставная федерация, она очень сложная. У нас есть национальные субъекты, у нас есть территориальные субъекты. В основном в мире, конечно, это территориальные федерации, Федеративная Республика Германия, Соединенные Штаты Америки. А у нас этнонациональное многообразие, которое отражено в Конституции. У нас, разумеется, в Конституции отражены все основные полномочия и структуры государственной власти. Это президент, это правительство, это федеральное собрание, это судебные власти прокуратуры. То есть то, что составляет плоть самого государства. Там есть глава, которая посвящена местному самоуправлению, там есть глава, которая посвящена поправкам и возможностям изменений Конституции. Ну и заключительные переходные положения. В общем, это, что бы я хотел сказать, Конституция есть у каждого человека. Ну, конечно, да. У каждого человека, и у вас, и у меня. Я вот как не хочу похудеть, никак у меня не получается, потому что вот я по Конституции такой. И вот наша страна, вот она по Конституции такая. И я надеюсь, что этой Конституции... Инструкция по применению. Конституция будет найдена... Вот сказали вот это слово применение, а ведь в Конституции сказано, что это документ прямого действия. То есть суд, в принципе, может непосредственно сослаться на Конституцию в своем решении. К сожалению, это происходит очень редко. У нас по Конституции эфира сейчас необходимо сделать паузу. Свои права и обязанности, да. Мы ее тоже не можем нарушать, а потом вернемся, друзья. Будьте в компании Страна.ФМ. Наука и технологии. Это телерадиоканал Страна.ФМ. Мы продолжаем общаться с нашим гостем Игорь Левакин, доктор юридических наук, профессор у нас сегодня в гостях. Мы говорим о юриспруденции, о Конституции, о том, что 25 лет будет исполняться главному государственному документу 12 декабря. Опять-таки, мы говорим о том, что это все работает в теории, на практике бывает несоответствие жизни и тому, что написано. Как быть в таких случаях? Страна большая, ситуация много. У меня, знаете, иногда любопытные студенты задают такой простой вопрос, который ставит неопытного преподавателя в тупик. Он говорит, а зачем вы нам вот это все рассказываете? Расскажите нам, как в жизни. И, конечно, на такие вопросы достаточно сложно отвечать, потому что реальность зачастую расходится с конституционными декларациями. На этот вопрос есть ответ, который заготовлен у профессора давным-давно, и речь идет о разграничении идеальной и реальной конституции. Вот я бы хотел какой пример привести. Вы, наверное, все переходили улицу, значит, на регулируемом перекрестке. Видите, люди бегут на красный свет, на желтый свет, на зеленый свет, то есть нарушают. Что правила плохие? В правилах написано переходите всем на зеленый свет, но люди-то бегут на красный. Вот и в конституции примерно такова же. В конституции масса прекрасных вещей. Если бы мы их исполняли, а по оценкам самих авторов конституции, по оценкам судей конституционного суда, мы и на 50% не реализовали потенциал этой самой конституции. Поэтому здесь противоречие между должным и сущным. Вот у нас сущное, оно таково, а должное – это модель, которой мы должны стремиться. Ведь в конституции написано, что у нас правовое государство. А если вы пойдете куда-нибудь, то вас обманут, вас там, значит, где-то... Ну, понятно, будут какие-то сложности. Вы с ними встретились. Головейский фактор уже на местах. Да. И что в этом виновата конституция? Конечно, можно сказать, вот у нас плохая конституция, а ведь сейчас очень много людей, которые говорят, надо изменить эту конституцию. Вот она не соответствует по каким-то параметрам. Нужны поправки. Да, нужны поправки. Я должен вам сказать вот этим вот активным сторонникам поправок и даже тем авторам, которые разрабатывают новые проекты конституции, что действующая конституция – это не просто надпись на бумаге, которая раз и навсегда, вот она как в камне отразилась. Это живой документ, который развивается в практике прежде всего через решение конституционного суда. Потому что масса решений конституционного суда, которые носят не просто характер разъяснений, а по мнениям некоторых ученых, эти толкования могут носить даже прецедентный характер. Хотя с этим многие не согласятся, и у них будет своя аргументация. Что значит прецедент? На основе вот этого текста возникает некое новое правило поведения, общее обязательное для всех. Вот решение конституционного суда, оно носит такую же силу, как Конституция Российской Федерации. Поэтому если человек обращается в судебную систему за защитой своих прав, не получает сатисфакции, соответствующей во всех инстанциях, конечной инстанцией, куда он может обратиться, является конституционный суд. На время рассмотрения дела может быть прекращено, пока будет рассмотрен этот спорный вопрос в конституционном суде, и человек получит разъяснение той или иной конституционной нормы применительно к конкретному казусу, который, собственно говоря, произошел с ним. Вот таким образом может действовать Конституция. Но прямую, конечно, если вы мне скажете, а как человек может применить Конституцию? Игорь, а вот это мы скажем, но чуть попозже, пока у нас лимит понимания сейчас закончился, мы осмыслим услышанное. Среднего больницы. Наука и технологии. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Дамы и господа, мы продолжаем. Директор Института международного права и правосудия МГЛУ Игорь Левакин в гостях у «Страны.ФМ». И мы продолжаем разговор. Да, вы преподаете в Московском государственном лингвистическом университете имени Марии Стерезе. Вот мне интересно следующее. ВУЗ лингвистический изучают и иностранные языки. Вот сейчас юрист, который знает профессионально какой-то язык, и какой, кстати, нужно знать, вот скажите нам, насколько он выигрышен, насколько он обходит всех других конкурентов при получении работы? Я бы сказал, дело в том, что сегодня мир глобален. Мир глобален, и хотим мы этого или нет, но вот международным языком общения, в том числе в науке, является английский язык. Есть противники этого, есть сторонники, но пока экономическая модель такова, что экономическая мощь находится в руках того субъекта, кто выпускает вот эти вот зеленые доллары, мы вынуждены встраиваться в эту экономическую систему. И подстраиваться отчасти. И подстраиваться под нее. Но не только в этом дело. Вот эта глобализация, она предполагает, что сегодня молодежь общается как бы вне границ, вне каких-то коммуникативных препятствий интернет. Интернет раскрыл нам мир, показал какие-то горизонты, которых мы раньше при советской системе просто не знали. Это делало нас слабее намного, наша изолированность. В чем-то мы были, конечно, сильнее, может быть, какие-то и плюсы от этой изоляции были, но минусов было гораздо больше. Вот плюсы в изучении языков для юриста, конечно, колоссальны. На голову выше становится специалист, но здесь надо ремарочку такую сделать, что это не просто будет язык, а будет специальный юридический язык. Да, профессиональный, потому что в юриспруденции есть такое понятие, как толкование текстов. Ну, самый простой пример, может быть, вы видели старый советский мультфильм, когда там попал мальчик в тридевятые королевства, и там было написано на доске «казнить нельзя помиловать», надо было поставить запятую. Вот это пример вот такого грамматического толкования. А когда речь идет о лингвистике, когда речь идет о языкознании, то мы сталкиваемся с тем, что очень мало наших юристов способны принимать участие в судебных разбирательствах в различных международных судах, на языках, на которых там ведется судопроизводство, понимать, что говорят, адекватно реагировать на это, потому что самый лучший перевод, а зачастую перевод не самый лучший, не может адекватно отразить всю полноту доктрины, которая заложена в каком-то термине. Вы будете смеяться, но еще старик Кант говорил, что юристы до сих пор не пришли к определению, что такое право. Нет единого определения. И все понятия, которые есть в юриспруденции, они носят вариативный характер. Мы можем в одно и то же слово вкладывать разные вещи. Я вам говорил о Конституции как об основном законе, а десятки юристов скажут, да это не основной закон, там не написано. Вот в Конституции Советского Союза было написано, что это основной закон, а это не основной закон. То же самое по всем другим отраслям права, по всем отраслям права есть толкование, которое зависит от смыслового содержания, от контекста того, что произнесено. Поэтому это не просто юрист, который знает бытовой какой-то язык. Ну разговор, да, английский. Кстати, какие языки? Английский, французский, немецкий, испанский, и на специалитете китайский. А если кто-то желает какие-то другие экзотические, самые экзотические языки в МГЛУ, у нас Институт международного права и правосудия, сам МГЛУ это большой университет, и там есть кафедры специальных языков, которых я даже, может быть, и не слышал, то есть редких каких-то языков. Но ведь наши дипломатические представительства находятся во всех странах мира. Можно по слову поехать, потом куда-нибудь. И если вы знаете какой-то редкий язык, то это просто какое-то ваше колоссальное преимущество. Но для этого нужно что? Для этого нужно желание. У меня вот, к сожалению, не очень большие способности к языкам, а вот есть люди, которые, ну, которые это нравится, которые изучают языки дополнительно. И вот студенты берут, мы им говорим, ну, вы, наверное, не справитесь, нет, им надо еще один язык. Они хотят знать какой-то редкий язык. Помимо английского берут какой-нибудь, значит, экзотический язык и там с эроглафической какой-нибудь системой письма, и вот им это нравится. И помимо того, что они, конечно, должны быть великолепными юристами, они должны быть подготовлены с точки зрения лингвистики на высочайшем уровне соответствующие, и должны быть у них сданы все экзамены, безусловно. Ну, вот. Ну, понятно, то есть английский... Два минимума. Два минимума, значит, у нас система какая обучение? Есть. Ведь сегодня Россия, переходя на так называемую баллонскую систему, перешла на... Ну, это же бакалавры и магистры, мы поясняем. Да, вот эти бакалавры, магистры. Двухступенчатая система. Значит, бакалавры учатся, соответственно, 4 года. Магистры — это те люди, которые могут без юридического образования прийти к нам в институт и получить это юридическое образование. И есть специалитет. Остался специалитет. Пятилетний такой же классический, к которому все привыкли. Потому что сегодня работодатель в нашей стране, он несколько скептически относится вот к этим бакалаврам. Кто эти люди, то ли у них есть высшее образование, то ли у них нет. И когда вы будете... Насколько завершен процесс. Да, насколько завершен процесс. И вроде бы вот эта магистратура должна быть первым шагом к научной уже деятельности, потому что магистры защищают уже не диплом, как специалисты, а диссертацию. Диссертацию. Я защитил две диссертации. А они, значит, если станут еще потом кандидатами-докторами, они уже защитят три диссертации. То есть это магистерская диссертация. Поэтому вот эта система образования, она очень сложная, конечно, с языком. Это вот на наших студентов посмотреть, это золотой фонд действительно нашей страны. И Москвы прежде всего. Потому что у нас в основном москвичи учатся. Вот сейчас студенты сделали покромче приемники. Нередко они, наверное, а может быть, и редко получают такие комплименты. Страны-преподаватели, золотой фонд. Золотой фонд. Внимаете. Я преподавал в разных вузах, страны не буду называть, чтобы не давать ни положительной, ни отрицательной рекламы. Но должен вам сказать, что вот начав преподавать с 1 сентября в МГЛУ, я вижу, что студенты хотят учиться, они слушают, они задают вопросы, они интересуются, то есть они не пришли отбывать номер какой-то, потому что их прислал кто-то. А это люди заинтересованные. И, конечно, научить кого-то чему-то сегодня невозможно. Если человек сам не хочет учиться... Это просто помочь. Я хоть буду трижды профессора, я не смогу ему помочь. И когда говорят, вот преподаватель плохой, преподаватель хороший, это тоже в пользу бедных. Сегодня есть все возможности в МГЛУ, в том числе, и библиотека, и выход в интернет, и электронные фонды для того, чтобы человек занимался самоподготовкой. Другое дело, что у наших студентов времени очень мало. Дорогие школьники, пока вы читаете на сайте МГЛУ «Как поступить туда», у нас следующая музыкальная пауза. Не переключайтесь, будьте в компании телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы еще продолжим разговор. Друзья, мы продолжаем. Игорь Левакин, доктор юридических наук, профессор в гостях у «Страны.ФМ». И наш разговор сегодня касается юриспрудия. Да, у нас финальный выход. Вот что интересно. Вы как профессионалы, вы как преподаватели, которые уже готовят будущих специалистов. Интересно вот что. Нас могут слушать и родители. Вот как понять, что у ребенка есть предрасположенность к юридическим наукам? Потому что это настолько неявный, мне кажется, талант, навык. Когда поет, танцует, все ясно. А вот здесь как помочь. Если нет таланта к математике, значит, явно есть талант к юриспруденции. Уже неплохо. Исключающим методом. Я здесь подхожу. Пожалуйста, можете получить магистратуру пойти. Значит, это прежде всего, конечно, гуманитарная наклонность. Гуманитарная наклонность. Это не значит, что человек, который силен в математике, не может стать юристом. Напротив, у меня были знакомые кандидаты, доктора физико-математических наук. Они в определенных областях юриспруденции могли дать 100 очков какому-нибудь профессору, потому что они занимались именно этой. У них системное мышление. Что я хотел сказать родителям. Понимаете, жизнь многообразна. Вашему ребенку может нравиться спорт. А кто-то, может быть, как в Советском Союзе, хочет стать космонавтом. А кто-то, может быть, мечтает о дальних плаваниях. Так вот, юриспруденция – это такая вещь, которая позволяет реализовать любые мечты. Что я имею в виду? Есть космическое право, есть спортивное право, есть морское право. То есть, что такое право по одному из определений – это некое опосредование общественных отношений. То есть, люди женятся, расходятся, есть семейное право. Они сходятся и расходятся не потому, что право есть, а потому что такова их суть. В космос летают не потому, что есть космическое право, а потому что есть космос. Вот если вашему ребенку что-то интересно, самому молодому человеку, я очень не люблю слово «ребенок», но пока еще он не поступил в университет, наверное, ребенок, а когда поступил в университет, это уже господин студент. Школьник, вот если ему что-то интересное, то сквозь призму права можно реализовать любую мечту. Я на лекциях студентам говорю, в юриспруденции вы можете реализовать любое свое призвание. У меня был аспирант один, сейчас мы с ним в хороших отношениях, так он пошел в кино, работать в кино, снимает фильмы и одновременно занимается юридическим обеспечением вот этого всего процесса. Режиссер-юрист. Да, режиссер-юрист, потому что обычно эти творческие люди, они беспомощны в юридических вопросах, а он творческий и в одном, и в другом, талантливый человек, талантлив во всем. Поэтому, если вы хотите стать, хотели, предположим, стать спортсменом, но не получилось у вас стать олимпийским чемпионом по боксу или по грэплингу, по какому-нибудь там, значит, в UFC вы не выступаете, идите в спортивное право. Может быть, у вас приличает спорт, и вы знаете, это огромный пласт юриспруденции. Возьмите, если вам нравится бизнес, ну там просто без юристов нельзя обойтись. Если вам даже искусство нравится, попробуйте заняться авторским правом. Вся жизнь опосредована правом. Чем сложнее жизнь, тем больше юридических норм. Открыли криптовалюты, появились нормы, которые стали регулировать этот вид деятельности. Интернет взорвал всю юриспруденцию. То есть любая область общественных отношений, которая считается важной для государства, для общества, так или иначе урегулирована нормами права. Что касается, где наибольшая прибыль, получается, нас что интересует? Деньги. Сегодня, значит, жизнь измеряется в ее наличных, значит, деньгах, всякая деятельность. Так вот, я должен вам сказать, что угадать невозможно. Когда в советские времена была такая пословица, хочешь власти, иди в прокуратуру, хочешь денег, иди в адвокатуру, то со временем оказалось, что есть какие-то более прибыльные виды деятельности, в том числе юриспруденции и вообще в жизни другие виды деятельности. Поэтому сегодня, если вы вправе специализируетесь, если вы знаете языки, это не значит, что вы на всю жизнь будете каким-нибудь узким специалистом в какой-то области. Вот вы пойдете, там, я не знаю, будете каким-нибудь на заводе, юрисконсультом, ничего подобного. Вы сможете повысить свою квалификацию, пройти повышение квалификации, в том числе в МГЛУ есть такая возможность для повышения квалификации. В МГЛУ есть предуниверситарий, где готовят к поступлению. Там есть все виды возможностей обучения, о которых я говорил. Там есть пост, да, пост уже, скажем, образовательный процесс, поэтому... Спасибо. Спасибо вам большое, да. Приходите к нам в МГЛУ. Мы с удовольствием. Спасибо вам огромное, друзья. На день открытых дверей. И вы к нам приходите, не все успели. Игорь Левакин был нашим гостем. Спасибо большое. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok